Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Петр Чернышов, Алина Загитова, Евгения Медведева. Олимпиады, чемпионаты мира, медали, травмы. Их знает каждый. За успехами наблюдают миллионы, в том числе и в нашей стране. Но мало какой белорусский поклонник фигурного катания не мечтает увидеть на пьедестале соотечественников. И вполне вероятно, это желание станет реальностью. Таланты в нашей стране есть. Моя юниорская пара, с которой я работаю в РЦОПе год, участвовала в двух международных соревнованиях в прошлом году. Только в двух, потому что это за свой счет. И последний международный старт мы закончили с результатом 113 баллов. Это достаточно много для новичков. Но современный спорт – это в первую очередь конкуренция. И только желания мало. Успех – это тренировки с акробатами, хореографами, актерами, профессионалами самого высокого уровня. Спортсмены не могут сидеть дома в Беларуси, не смотреть, не видеть ничего. Только смотреть телевизор. При этом хорошо тренироваться и сразу же с первого раза набирать 120 баллов на международной арене. Нам нужно получать опыт. Нам нужно выезжать. В Беларуси много талантливых детей. И на первых порах в любом спорте важно не только желание малыша проявить себя, но и поддержка его семьи. Так начинались истории большинства звезд. Например, Максим Мирный пробивал пути к Вимболдону вместе с отцом. Леонель Месси ради футбола переехал на другой континент с семьей. Мне нравятся танцы, мне нравится танцевать. Это эмоциональный вид спорта, мне это нравится. Мне нравится, когда ты что-то делаешь, у тебя не получается. Ты это делаешь еще и еще и становишься лучше. Азарт мне вот. Это очень привлекает. Чтобы вырастить чемпиона, на лед приводят с 4-5 лет. Смотрят на характер, а развить гибкость и научить кататься можно практически любого ребенка. Самое главное – это целеустремленность. В нашем виде спорта очень важен интеллект, потому что на льду мы рассказываем историю. Мы рассказываем историю о чем-то, о чувствах, о проблемах, о радости, о боли. И спортсмен должен это понимать, пропускать через себя, как актер. И тогда это будет трогать, тогда это будет домурашивать. Как раз яркий талант на первых порах может даже мешать. И если сразу все дается легко, то потом начинается труд. И важно не опустить руки. Не бояться падать, не бояться ошибаться. Только тогда вы будете расти вперед. В тот момент, когда нужно показать себя, не стоит делать это аккуратно, осторожно, потому что это будет плохо. Нужно делать это с душой и в полную силу. Да? Мне нравится в фигурном катании, наверное, все. Сложно показалось именно, как вот стоять на льду и не замерзнуть. Меньше начинаешь с друзьями общаться, потому что времени просто не хватает. Ну и выходных гораздо меньше. Тренировки, ну, каждый день два раза. Утром и днем, или ближе к вечеру. Вот. Ну, выходные бывают в воскресенье. По субботам обычно одна тренировка, а не две. Со льда веет особой магией абсолютного единства движений и чувств. Скольжение конька завораживает, но за каждым плавным жестом и безупречно легким прыжком стоит стальной характер и тяжелые тренировки. Но результат того стоит. Фигурное катание влюбились Галина Пузына, Никита Шевцов, Иван Кошевников. Наше утро.